Да, это, конечно, офигеть, просто офигеть. То, что я вам сейчас расскажу, просто изменит вашу семейную жизнь, если она у вас есть. А если нет, то вы научитесь навсегда, как общаться с женщинами. Мне, конечно, очень жаль, что я только к 40 годам узнал эту тайну. Почему? Это надо в школе учить вообще, в обязательном порядке, как обращаться с женщинами. Короче, я вам сейчас расскажу фразу, друзья мои, которая абсолютно сводит на нет вообще все конфликты с женщинами. Все. Значит, смотрите, исходим из чего? Что любая женщина, она боится, у нее такой страх ужасный, что она нелюбима. Женщине очень важно чувствовать себя любимой. Это первая часть вопроса. Она боится, что ее не любят. И вторая часть вопроса, что у нее гормональный фон. Гормональный фон, вот, мужики, чтобы вы могли представить, это прибегает огромный монстр, ужасный, втыкает в вас крюк или два, и волочит за собой. И вы ничего не можете делать, вы беспомощны. Вот примерно так работает гормональный фон. То есть, когда женщинам посещают какая-то идея ужасная, связанная с тем, что вы ее не любите, в ней вот, как бы, всхлынувают вот это все, подозрительность, претензии, неуверенность, безысходность. То есть, ей просто адово, ей ужасно. Она такая... И ей, как бы, некому. И поэтому, когда она начинает на вас наезжать, там, ты, там, сволочь, денег не зарабатываешь, с вами днями лежишь на диване, там, не моешься, описываешь стульчак, разбрашиваешь носки, выглядишь, как знает кто, не обращаешь на меня внимания, с другими бабами. Ты слышишь, все, что она говорит, на самом деле, это крик о помощи. И крик такой, пожалуйста, разверни мои мысли в другую сторону, чтобы я думала, что ты меня любишь, а не наоборот. Поэтому ужасно, глупо делают мужчины, я так делал, признаюсь, которые начинают что-то оправдываться, не смейся, но так разговаривают, пошла ты в жопу, сука, и так далее. Это все вообще не работает. Есть только одна фраза, и сейчас я вам ее скажу, которая работает. Это жесть, это жесть вообще. Как так-то, а? Так просто. Короче, вы поняли, да, принцип, что она очень боится, что ее не любят, и она говорит, помогите, говорит женщина, помогите, разверните мой ум в другую сторону, я сама не могу свой ум повернуть, только мужчина может повернуть ум женщину, он на той мужчина. Это и называется быть мужчиной, кстати. Вот эти все темы, будь мужчиной, непонятно всегда было, о чем это. Будь мужчиной, бля, что это такое? Ну и ты думаешь, что это деньги зарабатывать, покупать цветы, там еще что-то. Не, нифига, быть мужчиной, это вот эта одна фраза. Вот вся квинтэссенция вообще мужеского поведения в одной фразе. Итак, внимание, приготовьтесь, возьмите ручку, запишите, блин. Эта фраза изменит мир. Фраза такая. А ее тут очень важна интонация. Смотрите. Она говорит, сволочь, сволочь, ты не любишь меня, цветы не давишь, в носки разбрасываешь, не моешься с бабами, какими-то тусуешься, весь в помаде, пришел домой только утром, пьяный, денег не принадлежит. Что сказала? На тебя на нее смотри, говорите. Любимая. Ну, невыдумывай. Поняли? Это первая часть фраза. А вторая часть, вы должны рассказать все то же самое, но наоборот. Например, вы говорите, я носки разбрасываю, потому что думаю все время о тебе. И от любви к тебе, я просто, у меня вывариваются носки из рук. Я обмазался помадой, потому что я хочу все время чувствовать, это я твоей помадой обмазался. Не ночевал дома, потому что я строю где-то в тайном гараже для тебя парусник, чтобы мы уплыли. В общем, вы можете дальше плести любую, ну, конечно, желательно, правдоподобно. Но даже если не правдоподобно, пофиг, потому что на самом деле не это женщине важно. Важна женщина, она просит, чтобы вы развернули ее ум в другую сторону, чтобы она перестала думать, что ее не любят. Потому что для нее эта мысль невыносима. Любимая. Не придумывай. И если у вас есть женщина, попросите, чтобы она вас потренировала. Скажи, любимая, вот за время нашей совместной жизни накопились же какие-то претензии ко мне? Давай, высказывай. Обычно мужчина как-то, он стоит в такую оборонительную позицию, и там она скажет, ты грязный. Описываешь штурчак. Да ты охренела, сволочь! Я всего два раза его описывал за неделю. Ну и начинается вот этот конфликт, битье, посуды, хлопанье дверями, разводы. Дети без родителей, живущие в неполной семье. А все так просто решается. Вы просто говорите, любимая, не придумывай. Тра-ля-ля-ля-ля. Вот ваша задача натренироваться, потому что это должен быть как автоматизм. Вы знаете, в боевых искусствах есть такое понятие боевой рефлекс. Например, когда вас бьют, и вы так... У вас вот эта фраза, любимая, не придумывай, должна быть как боевой рефлекс. Вы должны прямо надрочить ее у себя. Вы должны, ну не должны, мы хотим же, мужики, мы же хотим женщин делать счастливыми. Правда, в глубине души-то мы хотим. Когда женщина несчастна, нам самим фигово, мы чувствуем себя какими-то импотентами. Вот, поэтому довести это до рефлекса. Женщина говорит обвинение, вместо того, чтобы начинать с ней как бы спорить. Вы говорите, любимая, не придумывай. Ля-ля-ля-ля-ля. Ты привел домой бабу, любимая, не придумывай. Я эту бабу привел, потому что хотел ей показать какая-то у меня потрясающая. Все что угодно. И женщина с удовольствием вам поверит. Потому что дело не в реальности. Дело в том, что вы помогаете ей развернуть ее ум в сторону любви. Потому что без вас она этого не может. Будьте мужиками. Айоу.